Я не понимаю некоторые каналы, которые, это бизнес-каналы, которые на этом делают деньги. Они, естественно, молодежи очень мешают, потому что юные, несозревшие, неопытные ребята и девчата начинают думать о том, что все люди такие, как те, которых нам там показывают. А показывают там ублюдков. Вот назову это своим словом. Это люди, у которых нет ничего святого, ничего им, кроме похотливых каких-то тем, которые они даже изображают. Это как порнография, которая снимается. Вы же знаете, как она снимается. Люди, которые принимают участие в порнографии, это актеры, которые все это изображают. Вот это все проекты подобные. Это изображение в казино сладкой жизни, как мы зарабатываем. Это в доме 4. Это изображение такого общества. Это что, общество, в котором мы живем? Это они хотят создать такое общество. Я, естественно, против этого. Я понимаю, зачем они это хотят сделать. Для того, чтобы бесполые молодые люди могли легко поддаваться под чьи-то желания каких-то дяденек и тетенек, которые будут покупать эти услуги. Я вижу это только так. Другое дело, как это запрещать. Это запрещать, наверное, невозможно. Должен существовать закон, запрещающий показывать это на общих каналах. Это должен быть специальный доступ. Дети это знать не должны. Дети должны воспитываться дома. Родители должны объяснять своим детям все максимально. Улица должна добавлять, естественно, вот этот перчик. Но если молодой человек встречается со своей девушкой первый раз и выясняется, что у этой девушки было 70 партнеров, а у него было 150 партнеров, я думаю, этот брак обречен. Им не стоит вместе быть. Они не смогут пережить это. Молодой человек не переживет, когда узнает правду про нее. А девушке будет стыдно. Ну, мне кажется, это так. Вот эти тайны, они должны оставаться за семью печатями. Грехов у нас у всех много. Но эти грехи должны мы исповедовать. Исповедоваться мы должны в положенном месте. Но никак не нашим близким людям. Тем более через телевизор. Вот когда вот такая исповедальная история, вот эта нараспашку, как мы это делаем, и как происходит это с нами, все это вываливается наружу, мне это напоминает мусорный ящик, с которого вываливается грязь. Ну, противное все.